Вкусная еда Вкусная еда Вкусная еда Всегда ремонт начинается с мечты. Мы воспринимаем его абстрактно. Хочу кухню угловую или п-образную, с островом или линейную. Хочу все изменить. Однако для начала следует проанализировать объем, оценить габариты и коммуникации, понять, что в конструкции и планировке изменить можно, а что нельзя, составить проект и только потом приступить к реализации. Люди делают некоторые вещи себе для удобства, как им кажется, чтобы увеличить помещение кухни, потому что кухни в основном по старым сериям небольшие. Берут и вырезают венблок. Туда делают шкаф какой-то. И тем самым лишая ниже живущих соседей возможности вентиляции квартиры. В ванной ставят, вот были в тот случай, ломают там перегородки, ставят огромную ванную, наполняют водой, перекрытие не выдерживает. Огромное значение при перепланировке имеет то, какой у вас дом, из каких материалов он построен. Об этом не следует забывать. К любой работе, в том числе к перепланировке, нужно подходить с умом. Во-первых, это зависит от того, какая планировка и какое проектное решение того или иного объекта, того или иного здания. То ли это панельный дом, то ли это каркасно-монолитный дом, которые сейчас очень распространены, то ли это кирпичный дом. В зависимости от этого и должно быть решение, можно ли вносить, нельзя ли вносить. Тем более, что главное понять все-таки, где располагается каркас здания, за счет чего здание несет свою нагрузку, где располагаются диафрагмы жесткости, какие из конструкций, какие стены являются несущими. И, к сожалению, особенно в настоящее время, учитывая большое разнообразие планировок и большое разнообразие проектных решений современных объектов, современного домостроения, решить иногда, является ли несущим та или иная конструкция, та или иная часть здания, или она не несет на себе какую-то определенную нагрузку, крайне сложно, тем более не специалисту. Если здание, допустим, панельного типа, там намного все жестче отрегламентировано, потому что в каждое изделие оно рассчитано на определенные нагрузки, конструкция собирается как в кубе из кубиков, как из этих панелей, поэтому, ломая эту панель, можно, так сказать, потом нарушить жесткость всей конструкции. Если здание, допустим, старое, кирпичное, где как бы стены кирпичные, перекрытия могут тоже быть на балках лежать, там немножко другая история. Но, опять же, это тоже все нужно понимать, какие конструкции заложены в перекрытии, в стенах. Стены, допустим, если капитальная стена, на которую несущая, на которую опираются перекрытия или балки перекрытия, тоже, если мы делаем какой-то проем, соответственно, стена ослабляется, могут появиться трещины, и может потом, так сказать, тоже сдвинуться вся эта, так сказать, нагрузки вышестоящих этажей, вся эта конструкция может поплыть, и люди погибнут. Есть такие, как бы, уже прецеденты. Поэтому делать, как бы, без проекта, без разрешения соответствующих каких-то инстанций, я считаю, это все по преступлению. Не только основа, конструктивное решение требует к себе внимания. Надо понимать, что в процессе ремонта нет мелочей или чего-то неважного, второстепенного. Этап вода и электричество, газ, отопление и вентиляция не менее важны. Если вы не знаете, как сделать, обратитесь к профессионалам и проконсультируйтесь. Если делаете сами, соблюдайте технику безопасности. Могут быть любые травмы, вплоть до самых серьезных, вплоть до остановки сердца, если мы говорим о электротравме. Ну, по правилам выполнения электротехнических работ, они должны выполняться минимум в паре. Для того, чтобы была возможность оказать первую помощь в случае повреждения электротоком пострадавшему. Поэтому при выполнении электротехнических работ в рамках ремонта в квартире или в доме, лучше это делать как минимум вдвоем, имея соответствующее представление, а лучше подготовку по этому курсу, а лучше все-таки такие работы поручать специалистам. Это будет дешевле и это будет безопаснее для самого себя. По поводу электротравмы хотелось бы напомнить, даже в случае отсутствия серьезных повреждений, и если пострадавший остался жив в результате воздействия электротока, целесообразно его госпитализировать минимум на сутки в реанимацию, в связи с тем, что высок риск в этот период гибели его за счет возникновения угрожающих жизней аритмией. Еще один важный аспект – Ваша одежда и средства защиты. Ну это, во-первых, удобная, комфортная одежда и обувь. Это средства индивидуальной защиты, такие как, допустим, респираторы, защитные очки, перчатки. Может быть, и будет иметь смысл использовать и такое средство защиты, как каска. Особенно при выполнении ремонтных работ в рамках строительства загородного дома, при выполнении наружных работ, конечно, будет иметь смысл. Вообще, надо много чего прогнозировать. Помните, что материалам, используемым в процессе ремонта, также следует уделить пристальное внимание. Не следует брать все без разбора. Некачественные стройматериалы могут выделять аллергены, канцерогены и даже мутагены, вызывать раковые заболевания. Также при отделке квартиры ни в коем случае нельзя использовать материал, который разрешен только для наружных работ. Особое внимание обращайте на пластик и его состав – лаки, краски, штукатурки. Возможно, отравление как парами этих жидкостей, так и воздействие их непосредственно на кожу или слизистые. Поэтому возможны и отравления, и химические ожоги. Конечно, нужно использовать в допустимых концентрациях, соблюдая технику безопасности и меры предосторожности, в том числе и средства индивидуальной защиты. Всегда соблюдайте технологии. Это не просто слова, это здоровье. Если в процессе ремонта вы получили травму, не забудьте о правилах оказания первой медицинской помощи. Если говорить об использовании средств первой помощи, из аптечки первой помощи, то в первую очередь, конечно же, это перевязочный материал, это бинты. И для этих целей подойдут как стерильные, так и нестерильные. И те, и другие в аптечках должны быть. Лейкопластыри могут тоже помочь при незначительных повреждениях или наложении повязок серьезной фиксации. Гемостатическая губка, если есть в аптечке первой помощи, в домашней, особенно у семей, где есть маленькие детки, тоже можно воспользоваться для наложения повязок на раны, для остановки кровотечения и последующего лучшего ранозаживления. Ножницы понадобятся, если надо будет разрезать или перевязочный материал, или одежду, которую невозможно снять с пострадавшего. Для этих целей они прежде всего в аптечке находятся. Жгут артериальный на случай серьезного повреждения с артериальным кровотечением. Источники холода вполне, в общем-то, можно использовать в любых домашних условиях, как средство из холодильника, из морозилки. Не обязательно для этого иметь гипотермический пакет в аптечке или охлаждающий элемент. Блокнот, ручка не лишним. Были бы в аптечке первой помощи на случай фиксации времени наложения жгута при артериальном кровотечении. Ну и, конечно же, перчатки. Обезопасить себя не лишним, да и постараться не внести дополнительную инфекцию в рану при оказании первой помощи пострадавшего тоже было бы неплохо. Хорошего ремонта! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова